Здравствуйте, меня зовут Таш Саркисян и сегодня я вам расскажу о самой замечательной и самой классной кухне армянской. Что отличает армянскую кухню, так это ее аскетичность. То, что все предельно просто и в принципе испортить блюда армянской кухни практически невозможно. Я ереванец и поэтому рассказывать о застолье я буду именно с этой позиции. Краегольным камнем стола является вот этот пакет. Он не случайно появился на нашем столе, более того, мне кажется, настало время достать из него содержимое. Это лаваш. Это хлеб, это жизнь, это все. В принципе, лаваш и сыр это тоже уже застолье, но сегодня мы рассмотрим хиты армянского стола. Мы будем делать хашламо, мы будем, естественно, делать шашлык. Так что, поехали. Самое первое, что мне приходит на ум, исходя из того, что лежит на этом столе, это тоже элемент армянской кухни. Я показываю. Ты проснулся утром, ножи ныжнюю. Ты отрезаешь кусок лаваши. Нарежешь кусок чанаха. Это козий. Козий сыр. Очень хороший. Лук. Рыган. Это все дело утром. Можно вообще не рассматривать, что там. Там зелень лежит в холодильнике. Ты просто вот так положу. Пластур мой кусочек. Вяленый. Делаешь вот так. Получился дурум. Это армянский вариант сэндвича. Безумно вкусный и, самое главное, низкокалорийный. К этому делу еще надо что-то выпить. Есть предложение. Делось его вот так. Это тан. Это или коровь или козье молоко, которое перейдено в мацун. Это кисломолочный продукт. И кисломолочный продукт мацун разбавлен минеральной водой. Я люблю, например, с газированной водой, с джермоком. Вот, в принципе, завтрак. Дурум. Руками оторвать кусок лаваша. На него положить козий сыр. А сверху свежую зелень. Зеленый лук, орегано, петрушку, кинзу и укроп. По желанию можно добавить немного бастурмы. Лаваш свернуть в трубочку. Подавать дурум. С традиционным кисломолочным напитком. Таном. Позавтракали. В принципе, уже какие-то силы появились для того, чтобы готовиться к большому застолью. Есть такая замечательная история, связанная с лавашем. То, что он практически не портится. Да, он сохнет. Но в таком сушеном состоянии его можно хранить огромное количество времени. И он оживает. Достаточно вот этот сухой лист лаваша окропить водой, как в течение нескольких минут вы сами можете стать свидетелем, как он превращается в свежий хлеб. Армяне очень любят идеализировать все то, что вокруг них происходит и что им нравится. Естественно, огромное количество историй, легенд, связанных с лавашом относительно того, что древние армянские войны за щитом клали лист лаваша и тяжелые дни осадок или скитаний использовался как единственным источником еды. Ну что ж, наверное, мы все-таки заговорились, и пора что-то делать. Я приготовлю летний салат. К сожалению, в нашем мегаполисе нету в продаже тех помидоров, огурцов, зелени, из которых получается настоящий ереванский салат. Я просто помню детство, и очень хорошо мне врезалась в память история того, что ты мог взять один помидор, съесть его, считать, что ты наелся. Помидор порезали, значит, огурцы, естественно. Пока я чищу огурцы, хотел обратить внимание на вот эту замечательную тарелку. На армянский стол зелень ставится именно в таком состоянии. Вся зелень, которая в этот период времени есть, она выкладывается, потому что мы едим очень много зелени. Мы используем ее практически везде, где ее можно использовать, как в горячем состоянии, то есть при приготовлении горячих блюд, просто как закуски такие. Сейчас в салат мы будем ее использовать. Друзья, еще немаловажный вопрос. Все спорят относительно того, в каком состоянии должны быть нарезаны овощи в салат. По мне, друзья, это не имеет никакого значения. Как порезал, так порезал. Честно говоря, я огурцы не очень люблю. Они портят то, что остается внизу. Остается там внизу замечательный соус. Это оливковое масло, соус, остатки помидора и лук, который пропитывает это все дело. Это очень вкусно. Его потом можно лавашем вытирать с тарелки. Вот этих огурцов и хватит. Зелень. Насколько знаю, это по-русски базилик, да, называется? Ну, рэган. Это моя любимая трава, что она очень ароматна, и по вкусу она идеально подходит к помидору. Трушкиш, укропы, лук. Связанный с луком история, это армянские бабушки учат. Как проверить при помощи лука хорошая невеста или плохая? Пучок неочищенного лука дается будущей невестке и наблюдается, как она его будет чистить. Рассказываю. Лук сначала моют, а потом чистят. Потому что если сначала его поочистить, обрезать концы, когда ты помоешь этот лук, то во всех этих трубочках будет очень много воды. А это не очень вкусно. Ну что ж, в принципе, это все дело вот так обычное. Я лично делал. Все вместе. Вот он. Вот вперед. И гремучая смесь. Это все не очень будет вкусно, если это не будет сдобрено оливковым маслом. Мы за здоровую еду, поэтому исключительно используется оливковое масло. Тепвечь мы классический, довольно-таки диетический салат. Мы превратим в то, что на самом деле подается у нас за столом. Острый перец. Я не знаю ни одного кавказца, тем более армянина, который обходится без этого. Есть такое армянское блюдо, которое используется, приготовление которого используется перец, который называется кирюсус. В переводе с армянского это еш и молчи. Его назвали потому, что оно очень-очень острое, и после него просто перехватывать дыхание, разговаривать невозможно. Ну что ж, друзья, в принципе, салат у нас практически готов, но, конечно же, соль. Все это делаем хорошенечко. Перемешиваем. Друзья, вот он, самая вкусная часть. Самую главную часть закусок мы приготовили. Салат, сыр, пастурмай, судюх. Мы незаслуженно обошли вниманием нашу замечательную редиску. Чем она замечательна? Связана с армянской кухней. Кроме редиски, ничего на столе, где едят хаш, цветного не должно быть. Только редис. Друзья, вы, наверное, уже слышите легкое потрескивание углей. Следовательно, надо нам потихонечку переходить к следующим, не менее замечательным и не менее требующим внимания блюдам армянской кухни. Салат ереванский. Спелые помидоры нарезать крупно. Огурцы очистить от кожуры и тоже нарезать. Теперь зелень. Ее должно быть много. Свежие орегано, укроп, петрушку и зеленый лук мелко нарезать и добавить к овощам. Заправить оливковым маслом. Острый перец нарезать колечками и добавить в салат. Немного посолить и тщательно перемешать. Подавать ереванский салат с бастурмой, суджуком и дурумом. Ну что ж, друзья, с закусками мы разобрались. Переходим к горячему. Будем мы делать хашламу в каждом армянском доме. и дурумом. Редактор субтитров Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует... Это культурное событие. Из чего делают хаш? Друзья, вы будете долго смеяться, но это всего лишь коровье копыто. Почему именно ножки? Легенда гласит, что хаш – это еда бедных славян общества. Единственное, что не пользовалось популярностью, это были, естественно, копыта. Вот эти копыта и готовили. Хаш едят только в те месяцы, в названии которых есть буква «Р». Это холодные месяцы. Хаш едят только при условии, что на улице холодно. И эта жирная пища не убьет вас под лучами солнца. И как можно продержаться эти летние месяцы без хаша? Но есть решение. Мы же живем в горной стране. У нас здесь замечательная гора Арагац, на которой даже в жаркие летние месяцы довольно-таки прохладно. И вот истинные ценители хаша в летнее утро поднимаются на гору, чтобы съесть хаш. Фанаты! Ну что же, вот мы и следующий слой кладем. Неудивительно, почему именно в этой последовательности. Дело в том, что быстрота проваривания элементов вот этой, так сказать, нашей пирамиды соответствует именно тому распределению, которое они у нас получают в кастрюле. То есть лук очень долго варить, мясо, перец. Следующий элемент – помидоры. Нарезаем крупными кольцами. Есть некие блюда, которые можно встретить за армянским столом, которые являются визитной карточкой того или иного события. Если это Пасха, это плов с изюмом. Это безумно вкусная штука. Если это какой-то серьезный день рождения, это понятно, что это несколько перемен блюд, но обязательно, в всяком случае, у нас в роду кюфта с отяром. Пшено варится, а кюфта – это, например, моя любимая еда. Что такое кюфта? Это телятина, которую взбивают до состояния желе в специальных ступах. И потом из этого фарша делают шарики определенного размера и погружают в кипящую воду. Кюфта удалась. То есть, если мясо свежее, все туда добавлено правильно, эти шарики разбухают. Представляете, сбитое до состояния желе телятина. Оливается сливочным маслом. Ну что ж, какое армянское блюдо без зелени? Базилик и кинза. Это практически все. Но у каждой хозяйки есть свои секреты. Чуть-чуть воды. А все остальное – пиво. Солод придает некий специфический вкус. Рекомендую вам в ошламе использовать пиво. Пиво, зелень, мясо. Да, чуть не забыл. Острый перец. Его мы бросаем. Целиком. Ждать нам недолго, минут 15-20. После чего наша хашлама будет готова. Хашлама. По традиции все ингредиенты выкладывают слоями в глубокую кастрюлю. Первый слой – репчатый лук. Нарезанный кольцами. Затем мясо. Хашламу готовят только из телятины на кости. Посолить. Посыпать молотым перцем, черным и красным. Следующий слой – болгарский перец. Его нарезать крупно и выложить на телятину. Добавить помидоры, нарезанные кольцами. Последний слой в хашламе – зелень. Свежий базилик и кинзу нарезать и положить в кастрюлю. Добавить немного воды и стакан пива. В нем секрет особого вкуса армянской хашламы. Последний штрих – острый перец. Его кладут сверху, не нарезая. Тушить до готовности. Естественно, какое застолье армянское без шашлыка. Особенно мы будем говорить о маринаде. Потому что шашлык на 90% зависит его качество от того, как мы замаринуем мясо. Мы берем кастрюлю. Берем баранину, которая у нас будет использоваться в шашлыке. Общая шашлык делают в первую очередь свининой. Из нее самый вкусный шашлык получается. Баранина, она все-таки на гурмана. И есть некие тонкости. Во-первых, баранину надо есть сразу же горячей. Как она остывает, она теряет все свои вкусовые качества. Итак, мы, в принципе, мясо взяли, соль в небольшом количестве. Хорошенечко это дело потом помешаем. И черный перец. Шашлык вообще готовят только по праздникам, но лучше всех мужчин. И если это выходной день, это семейный сбор мужчины, несколько человек, которые собираются у мангала, которые готовят, естественно, им, как людям, которые шашлык приготовили, предоставляется право первого кусочка. Лук, друзья, нарезан у нас крупно, но его надо хорошенечко раздавить. Ни в коем случае потом лук, который применяется в маринаде, нельзя использовать, потому что считается, что он все, и все очень хорошие части мяса берет в себя. И минеральная вода. В ней главный секрет. Именно благодаря ей у нас получается очень-очень вкусное мясо. Ну что ж, друзья, не будем скрывать, что маринад сделают чуть-чуть заранее, потому что обязательно должно пройти время, чтобы мясо было готово. Вот так выглядит маринованная баранина, готовая к тому, чтобы ее надели на шампур. Друзья, будьте внимательны, чтобы потом мясо у вас не обвалилось на углях. Есть некая тонкость того, как это надевать. Видите, поверх косточки, то есть косточка остается снизу, остается здесь надевается мясо. Для пробы, мне кажется, три кусочка нам достаточно. На огонь! Что можно сказать о армянском шашлыке? Во-первых, начнем с того, что он называется хоровац. То есть печеный, жареный. Есть такая разновидность шашлыка, который называется пастушек. Разжигается огонь на определенном участке открытой земли. Земля прогревается, затем мясо, которое маринованно, обволакивается в шкуру барана, разрывается яма, вот их горячие в земле. Туда опускается это мясо, закрывается и продолжает томиться в нем 6-7 часов. Идеальным гарниром для шашлыка является так называемая икра. Что это такое? Это салат из печеных овощей. Механизм предельно прост. Шампур. Помидоры. Баклажан. Перец. Все это дело очень сильно обжаривается, освобождается от кожицы, перемешивается. О, затрещало все это дело. Перемешивается, из-за этого получается замечательный салат. Бесконечно можно смотреть, как горит огонь. Но смотреть, как под воздействием огня из кусочков сырого мяса получается что-то удивительное, очень вкусное. Это на самом деле очень-очень по-мужски. К мангалу женщины не допускаются. Все это очень-очень мужская затея. Вот вы заметили, под воздействием жира, который капает на огонь, образуются язычки пламени. Ни в коем случае до мяса не должно дотрагиваться язычки пламени. Противопоказано. Какие-нибудь две минуты, и шашлык будет готов. И я с радостью скажу вам, добро пожаловать, милости просим к нашему столу. Шашлык из баранины. Баранину положить в кастрюлю. Посолить и поперчить. Лук нарезать. Или просто руками разделить на крупные куски. Положить в кастрюлю. Добавить минеральную воду. В ней весь секрет армянского шашлыка. Все тщательно перемешать. И оставить на несколько часов. Замаринованное мясо надеть на шампур. Жарить над раскаленными углями на мангале. При этом постоянно переворачивать, чтобы мясо не подгорело, а равномерно прожарилось. В Армении лучшим гарниром к шашлыку считают так называемую овощную икру. Помидоры, баклажаны и болгарский перец жарят на открытом огне на мангале. Затем очищают, нарезают и заправляют растительным маслом. Но вернемся к шашлыку. Когда мясо приготовится, снять кусочки с шампура на тарелку, застеленную лавашом. Подавать с мелко нарезанным репчатым луком, зеленью и овощной икрой. Ну что ж, мы на финишной прямой, и нам остается только одно – сервировать стол. Итак, вот она хашлама. Чуть-чуть отодвигаем овощи. И выкладываем мясо. Дальше у нас идет лук, а потом – овощи. Хашлама. Теперь шашлык. Помните, друзья, я вам рассказывал про овощи, которые приготовляются на открытом огне. В очищенном состоянии они выглядят вот так. Как это все перемешивается, тоже безумно вкусная штука. Можно заправлять маслом, оливковым. А мы готовим наш поднос под шашлык. Снизу лаваш, немножечко лучка, соус томатный, острый. И при помощи лаваша мы с шампура. Мясо аккуратно выкладываем на патнос. 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 Мясо аккуратно выкладываем на патнос.